Александр Владимирович, вы профессиональный военный политик, хозяйственник, герой Советского Союза. Давайте с вами поговорим о том, что сегодня Россия наносит удары по инфраструктуре Украины. Вам не кажется, как военному человеку, как летчику, что может быть с этого и нужно было начинать спецоперацию? А теперь смотрим, нанесли удар по городам, по ТЭЦ и все прочее, перед зимой оставили людей без электричества, без воды, без газа, без тепла и без канализации. Да, это что, деноцификация? Это что? Россия обеспечит деноцификацию Украины, мы слишком страдали от нацизма. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и деноцификации Украины. Демилитаризации и деноцификации. Проводится специальная военная операция по деноцификации. Вот думал кто-нибудь головой, планируя вот эту дурь. Думал ли кто-нибудь? А теперь давайте возьмем любого обывателя. Вот человек живет в квартире, у него там двое-трое детей. В квартире света нет, тепла нет, воды нет, канализации нет. И что, воспылает любовью к России и к российской армии? Скорее наоборот. Это, понимаешь, это намеренные действия, направленные против нас. Вот это вот кто спланировал. Это измена. То есть это настраивание людей против нашей страны, против нашей армии. Зачем били по городам? Зачем били по теплоэлектростанциям? Зачем? Для чего? Продолжается нанесение удара высокоточным оружием по военным объектам и объектам инфраструктуры, влияющим на боеспособность украинских войск. Даже главный тикток-воин и рад назначению путинского оратора. Лично знаком и хорошо знаю Сергея Владимировича вот уже почти 15 лет. С удовольствием приветствую и рад этому назначению. Скорее наоборот. Вот это, понимаешь, это намеренные действия, направленные против нас. Вот это вот кто спланировал. Это измена. Зачем били по теплоэлектростанциям? Зачем? Для чего? Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Россия никогда не наносила ударов по объектам гражданской инфраструктуры. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по мосту по Крымскому? При чем здесь Россия-то? Известный денеровский деятель Ходоковский, предатель Украины, расшифровал путинские демилитаризацию и деноцификацию. Но все равно сделал это несколько стыдливо. Он назвал это клининговыми действиями. Предполагалось привести помещение в порядок и занять жилплощадь. Мог бы и прямо написать, предполагалось очистить Украину от украинцев и заселить ее своими. Москва так поступала с другими городами еще в бытность полицаем Орды. Ну или мог бы написать про окончательное решение украинского вопроса и расширение жизненного пространства. Это от других идейных вдохновителей. Но смысл тот же. Конечно, для страны с самой большой территорией в мире необходимость в какой-то дополнительной жилплощади звучит неадекватно. Но украинцы имеют дело с максимально аморальными неадекватами. Спасибо вам, что вы с болью, с кровью, но вырываете с кровавой пасти этих людоедов наших людей. Что вы решились на это. А мы будем в этом помогать, мочить людоедов столько, сколько вы от нас этого потребуете. Служу России. Спасибо. И эту страну они хотят победить? И эту страну они хотят очистить от кого-то, чтобы притащить вот это? Правда, если вы уж так вдохновляетесь идеологией Третьего Рейха, то хотя бы флаги смените и уберите свастику из списка запрещенной на территории России символики. Не надо стыдиться. Весь цивилизованный мир и так уже давно увидел вашу сущность. В Москве начались задержания людей у памятника Лесе Украинки, куда люди приходят, чтобы возложить цветы в память о погибших в Днепре. Это не нацизм, нет. Нацизм в Украине. Российские войска никогда не бьют по жилым кварталам вообще. Русская рулетка, да? Когда в барабане один патрон, а в барабане шесть должно быть. И вот крутят барабан и к виску, чпок, пронесло. Да? Получаешь свой выигр. Наш президент предложил России сыграть в русскую рулетку. Но в барабане шесть патронов. Вот самое страшное. И это уже не игра. Это все всерьез. А не с фронта что слышно вообще? Ну тоже ничего хорошего. Тоже ничего хорошего. Все плохо. Идем ко дну. Угроза ядерной войны. Светлана Геннадьевич, ну вы правы. Такая угроза, она растает. Здесь еще греха таить. Вы упоминали о том, что появились новые территории. Ну вот и такой все-таки значимый результат для России. Это же ведь очень и очень. Каждая фраза, заевшей пластинки, звучит как оправдание. Будто трибунал уже идет. Нынче по небу солнце нормально идет, потому что мы рвемся на Запад. Война начата не нами. Нам не оставили других шансов для решения вопроса Донбасса. СВО идет своим чередом. Все стабильно. Никаких вопросов и проблем у нас там нет. На Запад. На Запад ползет батальон, чтобы солнце зашло на Востоке. Вот и все. И работа идет спокойно, ритмично. Ну, как вы видите, войска двигаются. Это лепит не государственного мужа, а оплеванного неудачника. Он как органчик воспроизводит заложенную в него программу. Но никому не интересно слушать тухлятину из мякиной башки. Весной Москва была увешана плакатами «Зет, заканчиваем войны». А теперь сам пересидент понятия не имеет, когда Россия сможет выдохнуть. Как после этого доверять Путину, который напоминает пляшивого шарлатана? Ну, я считаю, нужно отказываться от этой операции. Нужно свой крайний порядок навести сначала. Я считаю так. Как вы думаете, какие цели преследуют наше правительство, Российской Федерации, начиная эту специальную военную операцию? Какую цель они преследовали? Для меня это полный кошмар. Я не представляю, что у них может быть в голове. Они просто дураки. Но они полностью разрушают нашу страну. Чему мы движемся, на ваш взгляд? Все только хуже будет становиться дальше. Ну, мы не движемся. Мы уже приехали на станцию под названием «Конфронтация». Нас никто не любит. И любить особо нас не собирается. И нам это не нужно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok